всем привет сегодня рассмотрим тему которая касается потока много по точности тему даже не тему а что такое атомарность и на примерах рассмотрим по поводу много по точности будет еще не одно видео и будет ну как минимум два или три это как минимум потому что в одиннадцатом стандарте добавились не просто потоки еще куча дополнительных возможностей которые неплохо расширяют возможности параллельного или много поточного программирования но сегодня сейчас вкратце о том что такое атомарная операция некоторые некоторые нужны во первых что такое этом арно операции это та операция которая неделима в данном случае вот я набросал такие примерчики и вот у меня есть ансайны чар и также есть ансайны чар описанная есть шаблон такой atomic который поддерживает все целочисленные типы то есть unsigned char или char, short, int, long дальше size t и так далее все целочисленные типы атомарность операции как я уже сказал говорит о том, что операция неделима то есть если мы увеличиваем значение или присваиваем какое-то значение переменной этого типа например вот int то по идее делиться она не должна, а если она не должна делиться, значит ее в принципе не нужно блокировать эту операцию имеется ввиду, когда у нас есть много потоков и там эти много потоков, каждый из потоков увеличивает значение переменной или уменьшает соответственно для того, чтобы избежать гонки ресурсов, либо неопределенного поведения обычно какие-то переменные или объекты они сначала блокируются ну в предыдущем видео по многопоточности я блокировал некоторые переменные с помощью вот такого класса mutex то есть я там блокировал выполнял какие-то изменения и разблокировал соответственно все потоки, которые пытались обратиться к переменной которая уже заблокирована ждали до тех пор пока там mutex не освободит эту перемену то есть использовался mutex ну кто-то может полагать что вот такие переменные int char ну long long в данном случае у меня имеет размер 8 байт операционная система 64-разрядная компилятор тут у нас тоже 64-разрядный соответственно как бы казалось бы что тут делить и можно было бы предположить что операция неделима соответственно нет необходимости блокировать с помощью mutex перемену к примеру вот этого типа который могут доступаться много потоков но это на первый взгляд но есть если в стандарте если стандарт дает стандартная библиотека вот такой вот шаблончик который называется atomic значит и поддерживает вот эти вот типы значит все-таки операция может быть разделена а если это так если язык предоставляет какие-то возможности ну в данном случае atomic значит нужно предположить что все-таки операция делима и лучше оборачивать это в вот такие шаблонные классы ну давайте рассмотрим на примере что у нас тут в примере в примере у меня есть поток то есть смотрите я создал переменные обычную atomic это чаровскую short int long ну и double для double для double для double вот это atomic в принципе не поддерживается она добавится то есть мы можем сюда как бы ну обернуть этот тип и создать шаблончик описать описать здесь double и создать переменную но поддержка скорее всего будет в c++20 то есть 20 стандарте а здесь здесь ну компилятор ничего не говорит но оно не работает так как хотелось бы а если мы полезем в справку то мы увидим что atomic поддерживает только для целочисленных типов поддерживается но это мы сейчас все увидим так вот что я здесь делаю вот я для теста создал несколько разных глобальных переменных и у меня есть поток этот поток каждый поток то есть я их запущу раз два три четыре пять шесть шесть потоков и шесть потоков каждый из них в себе содержит такой цикл в 10 тысяч итераций и на каждой итерации у нас увеличивается значение глобальной переменной то есть по-хорошему если бы реально были бы неделимы операции увеличения на 1 скажем или присваивания то необходимости в этом atomic не было бы как мы это можем увидеть ну смотрите у нас шесть потоков соответственно ну чар понятное дело вылезет за границы но в данном случае шорт шорт был вот это же шорт глобальная перемена должна была бы равна быть 60 тысячам потому что каждый поток имеет 10 тысяч итераций всего это 6 потоков значит в результате у нас получится 60 тысяч операций это значит что будет 60 тысяч раз увеличено это значение но для double поддержки вот такого оператора нет поэтому нужно писать вот так равно double плюс 1 0 кроме всего прочего есть еще вот такая atomic fetch add вот это точно добавится в 20 стандарте для вещественных чисел для таких как float double long double но здесь я здесь я здесь я вот я объявил переменную g atomic int и g fetch int то есть давайте посмотрим на g int можно вот так вот увеличить с помощью обычного оператора плюс плюс либо можно вызвать функцию atomic fetch add ну которая там добавляет добавляет единичку также там операция по-моему есть sub sub и что-то там еще было ну уменьшить на единицу ну и для double смотрите для g atomic double я делаю то же самое и есть у меня g mutex то есть я пометил каждую переменную в начале такой буковкой то есть это mutex это atomic а это если g то это просто глобальная переменная double но просто без всяких оберток ну и для mutex что я делаю для double для double я уже сказал нет поддержки на данный момент atomic то есть атомарных операций соответственно для того перед тем как увеличить я использую mutex это глобальная тоже переменная блокирую увеличиваю значение и разблокирую соответственно все потоки которые в этот же момент обратятся ну попытаются увеличить переменную же double они будут ждать до тех пор пока этот mutex не разблокирует ну это я думаю понятно и теперь давайте запустим вот это вот добро и здесь у меня раз два три четыре теста и посмотрим на результат выполнения итак теперь смотрим нот 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 атомик ансайны чар 245 это первый тест нот атомик ансайны чар 208 ну это понятное дело потому что это один байт и там постоянно происходит переполнение но третий тест 76 значения четвертый тест 96 как мы видим результаты разные если же мы посмотрим на атомик ансайны чар первый тест 96 второй 96 третий 96 то есть все таки операция делима увеличение на 1 точно так же для всех остальных типов для шорта в этом случае 58 57 57 тоже но вот здесь последнее значение разное вот здесь тоже то есть как мы видим для всех нот атомик переменных которые не помещены в этот шаблон значение при каждых тестах разные но для атомарных переменных которые мы обернули в атомик как мы видим значения одинаковые при всех тестах 60 тысяч 60 тысяч 60 тысяч 60 тысяч точно так же вот отработал где у нас вот атомик фетч атомик фетч вот он у нас тоже 60 тысяч 60 тысяч 60 тысяч теперь с дабл дабл как мы видим хоть он и был обернут в атомик но значения вот даже вот здесь разные то есть в каждом потоке они отличаются и при атомик у нас как бы меньше произошло увеличение значения чем без атомик но с mutex как мы видим значение переменной дабл везде одинаково вот 60 тысяч итак каков же итог всех этих тестов итог следующий не забывайте о том что есть атомик для целочисленных типов если у вас есть потоки которые обращаются к одной и той же переменной целочисленной и это могут быть счетчики какие-то что-нибудь еще то лучше ну и не лучше а нужно обернуть эту переменную вот в такой шаблончик то есть создать std атомик указать тип и объявить переменную и тогда операции увеличения уменьшения будут атомарными но не надо путать к примеру у нас может быть вот такая вот функция calc какое-то там значение вот здесь атомарности нет потому что атомарность будет при присваивании но при вызове функции calc есть вероятность того большая вероятность что от операции будет разделена если два или три потока одновременно дойдут до этой точки и начнут вызывать функцию calc то вот внутри функции calc надо блокировать или уже лучше перед вот вот тут mutex заблокировать а вот здесь разблокировать то есть вы это должны понимать то есть атомарные операции у нас поддерживаются для увеличения то есть инкремента декремента и по моему там для присваивания но об этом можно почитать в справке в справке можно почитать вот какие либо залезть в эти шаблоны и начать разбирать вот эти вот шаблоны кстати для атомик есть еще функции load то есть там еще какие-то из валит store но я их разбирать не буду а вот у нас операторы инкремента фич add операторы декремента есть поддерживаются плюс равно тоже поддерживается вот атомик используется но об этом для более детального понимания если оно вам нужно можно полить в справку и почитать поэтому не забываем про такую штуку как атомик и про многопоточность если у вас не многопоточное приложение этого делать не нужно ну я думаю вкратце я прояснил ситуацию и объяснил что все-таки даже вот смотрите long long в данном случае 8 байт операционная система 64 разрядная компилятор 64 разрядный но тем не менее вот наш же long операция получается делимая то есть мы не те значения получаем какие ожидали бы казалось бы эта перемена может лечь в регистр и что ее там делить но ее нужно туда положить потом применить операцию инструкции процессора увеличить потом вытянуть эту переменную и все такое поэтому на сегодня все подписываемся делимся ставим лайки комментируем ну и все такое всем пока